Игровой канал Ивана Фалиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет Меня зовут Иван Вы на канале Фалиота Бэтмен Архем Найт на ваших экранах И уже, мать его за ногу, важна 25-я часть моего прохождения Да-да-да После событий, произошедших с Барбарой, Джимом и Бэтменом, собственно, в предыдущей серии Я в очередной раз пускаюсь во все тяжкие И начинаю освобождать Готэм от оккупации Для этого нам потребуется очень много времени и сил И за сим в очередной раз, кстати говоря Мы уже освобождаем, по-моему, вот эту локацию Которая находится рядом с нашей вышкой Почему-то после первого раза бандюки не уяснили Что соваться сюда лучше не надо Потому что Бэтмен прилетит и все разрулит И накидает сим люлятора Но враг не дремлет Силы у него увеличиваются Возможности, то бишь С гаджетами и с прибытием новых врагов И Конечно же займут снова плацдарм Чтобы тут постоять, потереться Ух, там еще, кстати, смотрите-ка есть Там еще есть Король дороги, наверное, называется Я запутался уже, честно говоря Но так или иначе мы Блин, там что-то их очень много Вообще прям не Залезть Короче, как-то неудачно я начал действовать Придется ретироваться Благо меня не подранили особо Хорошо Все выпендривается, да? Такс Нагоняет страху, да? Ну что Начинаем методично Все переполошились Конечно же Эффекта неожиданности уже не получаются Слушай, мы уже всю твою Пыльцу дурацкую развеяли Она уже даже, видите, в городе не, это самое, не появляется Не падает ничего с небесей А ты все продолжаешь Выпендриваться Так вот, здорово, кстати, надо как-то вырубить Отлично Слушай, чувак, ты вообще такую ересь базаришь просто Тебя кто-нибудь вообще слушает? Ну, кроме меня Что ты, каким Как ты пытаешься Меня деморализовать таким вот макаром, а? У тебя плач торчит из-под Стала, дурень Что еще-то хорошего скроешь? Так, здесь вылезти никуда не надо Это ж не надо, не получается Ладушки Так, тут еще, смотрите, лифта Лифта-шахта Лифта-лук, хотел сказать Девочка без рук Девочка без рук Может сделать лифта-лук Тот чувак с трикоптером пока нам особо не угрожает А вот этого быть дурня Эй, а что-то я его не вижу А, он тоже снизу стоит Я подумал, он здесь перед выходом Ой Вот это Мать его, за ногу Как-то вообще не камильфо Нет, дружок Ты ошибаешься О, видите, даже не понадобилось Оп Опа-ц Сейчас пускай они сюда все сбегутся А то что-то там затупили Сейчас мы еще под эту марку Кого-нибудь подвесь Шестиствольник, я так понимаю, и не догадался Оп Что у него сломано оружие Он даже не успел им попользоваться Так, а он один что ли остался? Ооо, как хорошо Ооо, хо-хо Нет, не один Ах ты гад, он так поднимает Ладно, надо срочно с этим разобраться Вооружены оба козлы Хорошо ты встал Молодец Смотрите, какого он смотрит Так, ну и все Осталось отхлестать В этого Неоперенного Товарища Он даже нас не видит Ооо И вообще, конечно Стелс-система Здесь, друзья мои Хе-хе-хе Это сложный уровень Я вам напоминаю Ну, даже при всем При том, что я очень часто не ступлю с идеальным стелсом красиво подвешен чувак мы отправляемся на новое дело которое тут рядышком благо оказалось последнем этаже а это же наша часовая лыжка давайте возьмем войдем нам скажет хорошим что-то пока ничего не говорят окай хрена лысого что нам это дает но сделана часовая башня здесь очень круто кстати говоря не очень часто мы сюда возвращаемся но проработан особенно с этими часами аки биг бен просто таки да большой бене ладно но это я честно говоря ребятки просто чисто залез в эту потому что потому что кода эти можно через нашу часовую башню вырубить давай сейчас повырубаем очередной сейчас тут уже эти блокпосты будут достаточно сложными обращаю ваше внимание они тут в разных мастей абсолютно все стоят смотрите и лечильники и электрошокеры и с щитами и жирные и поезда как пассажирные так но это смысл нет взламывать мы ничего не сможем благо хоть турельки не в нашу сторону зачем турели в другую сторону если поведу на машине просто расхерачиваю секунды на что я просто мимо тут типа не пробегал до с этой целью сделано типа бы там такой бежит такой плащок плащ назад такой якобы герой так ну дымку надо тоже навести да опа цех понеслась матча по трубам фу болит от еще и тестики говнари про них что-то я совсем запамятовал отлично жирного отмахали так эти лечильники там дохнут судя по звуку а кстати я не с первого раза вернее не сдох короче жирный я не тебя собирался блин вот это обидно было и сразу сверху на получал короче плюшечки сложная битва смотрите-ка начал в какой-то веке сам автоматически наводится просто всех мастей смотрите враги и меня почему-то поджог создали щитом свалить ты тоже свалить ну все от этих какого электрошокер щеков избавляться приоритетно смысла нету потому что все равно они будут подхватывать главный дал сейчас разобраться товарищами который не языки дай дубинку отлично не готов так стоп слишком много событий происходит на экране индикатор все они то он есть помогаем по щам а это что не походу даже внимание не обратил сейчас отриставим сразу отлично а я чуть я не вырубил что подсрачник блин а чё ты добил ты его все что они не все еще последний но сейчас тебя мы подбросим отлично друзья мои просто отлично ух там народу сколько вообще смотри это просто капота на что не влияет поэтому можно нее времени тратить на получал как ножичка по щам тут зато все хп ведь у нас восстановилась со всеми нашими бронями требует подкажетому каналу разговор со мной а зачем ты позволяешь ему да нафига Deathstroke мать твою за ногу как куднику делиться донать гонсы я могу дать Ну что ж, друзья мои. Появляется еще и Deathstroke у нас, за место Arkham Knight. Ну конечно, надо как-то оправдать присутствие всех этих захваченных. Так, я по-моему только что-нибудь показалось или опять что-то увидел, да? Оказалось, не казалось. Напоминаю, что с Deathstroke была одна из самых, наверное, крутых драк вообще в играх Arkham. И на удивление это была игрушка Arkham Origins. Это один из самых, правда, запоминающихся моментов в той унылой игре, которую я не жалую, как вы можете вспомнить из моих комментариев. Но Slate мне там очень понравился. Именно драка с ним. Здесь же все будет немножко по-другому. Пока не буду говорить как, наверняка вы и так уже это все знаете, но всему свое время не будем забегать вперед. Так, вот электрошокеров можно вырубать. Сейчас он типа к нам подойдет, ударит и все такое. Качать уже на самом деле остальное скучно. Три турельки. Завернуть мы можем только одну, да? Две вертятся одинаково. Ну что, и стоит один говноед. Ага, вот эти турельки просто так... А я еще хотел деструктором вырубать их на сюжетном задании. Наверняка, я думаю, что мне это в комментариях уже поправили, но... Видите, как поясняется, я просто не пользовался на эти турели именно деструктором никогда. Оп! Конечно, здесь можно было немножко по-другому подействовать. С тактической точки зрения. Пока эти крутятся, вырубить среднюю. Но просто может услышать чувак, который стоит там около этих автоматов. что мы что-то вырубили. Хотя я в этом сомневаюсь, опять же таки. Потом вырубить одну, вырубить другую. Вернее, ослепить одну, вырубить другую и все. Все было бы просто. А я сейчас немножечко все по-другому сделаю. Так, ну давай, падай. А чего ты не можешь зацепить-то? И он еще, скотина, меня обнаружил. Самое что обидное. Быстренько наверх, лети! Тварь, а! Вот вы посмотрите, как все. Все не в нашу пользу. Ладно, будем действовать. Сейчас опять, наверное, не успею, нифига. А, нет, успел. Смотрите-ка. Тебя тоже. И аккурат, прям заканчивается время у третьей турельки. Ура! Еще один блокпост зачищен. Хватаем, вырубаем, открываем двери. Как они эти, блин, дурацкие вот эти ставни сделали? Оттенки. А как я тебе люлей накатала в Ориджинс? Себе это не впечатлило? Говноед. Хе-хе-хе-хе. Так, ну че? Куда дальше? Так, вон я вижу, там беспилотник. Еще летают он их там до хрена, кстати говоря. Вот надо этим и заняться. К чертовой бабушке почистить тут. Почистить территорию. Полетаем, понаслаждаемся видами города, традиционно. Хотя он уже, конечно, опустел. Как морально, так и физически. Так, вот тут. Слушай, добраться туда, на автомобиле. Еще и мина тут, смотрите-ка. А, это не те мины-то, это просто мины такие, которые достаточно просто взорвать. Так, ходят товарищи. Которые Риддлерс. Агенты. Трж. Разрешите допросить? Блин, я думал, сейчас он будет, короче. Ох, хорошо. Я думал, сейчас он будет артачиться. Да нет. Я уже был к этому морально готов, что за артачиться. А то, по истечению основной сюжетной линии, они как-то крутеют. Ну, не то, что крутеют, а борзеют, я бы так сказал. Хотя ситуация не в их сторону. Такс. Как-то очень они сюда Deathstroke коряво вплели. Если честно. На мой взгляд, я еще когда первый раз играл это, прочувствовал. Так. Еще один он там рядышком летает. Далеко летает то. Да. Они сейчас, сволчи, быстро летают достаточно. Поэтому нужно максимально инерционно на них запрыгивать-то. Долечу? Не долечу? Ну, зараза, давай. Нет, не долечу. Ну, свинство, конечно. А так? Ни хрена не долетит. Господи, да шо ж так все сложно-то, а? Хе-хе-хе-хе-хе. Так, вон там еще один летит, дружок. Давайте-то с него начнем, что ли. Или до него тоже не долетишь? Ну, уже сейчас-то точно долетим. Долетим, долетим. Долетим, летим! Бах. Готов один. Так, надо вот за эту зацепиться. Сейчас. Это рутинные задания. Конечно же, друзья мои, с точки зрения геймера вообще или пользователя какого-либо игрового контента, могу сказать, что вот эти вот рутинные задания, которые присутствуют в таких вот, например, шедеврах игровой индустрии, как Skyrim или Fallout 4, я, да и здесь тоже, я вообще небольшой любитель выполнить одного и того же. Из этого гринда, фарма, блин, вот очень круто, он мне надоедает. Ассасин Крит, да, это вообще, по-моему, самый яркий представитель. Идут разработчики по какому-то очень странному пути, вот создают, наполняют вот таким вот однообразным контентом игрушки, чтобы вот смысл какой был вот в этом, чтобы человек сидел, задротствовал, гриндел и не увлекался, а просто вот типа получал удовольствие от собранных всех, потраченные просто в пустую время за не знаю какую вообще левую награду. Зачем вот такой подход вообще развивать просто? Far Cry тоже вот третий, четвертый, я вот четвертый Far Cry из-за этого вот не хочу даже играть. Этот гринд, эти вот постоянные открытия, вышек, всякие башни фигашни, какие-то там сундуки хреновые вообще ниочемные. О, смотрите-ка, стоят друзья, стоят девчонки, стоят в стороннике, платочки в руках, те ребят, потому что, надеюсь, девчонок по статистике 9 ребят. Вот какая песня, блин, просто великолепная, мне бы мозг сейчас выжралась. Мины почему-то отреспавнились, которые я взорвал, или это не те мины, это на другой стороне моста. Так, как-нибудь к вам подобраться-то можно вообще, друзья мои? Вы тут стоите, они у меня уже давно спалили, это, кстати, жаробас стоит. Здорово, долго смотреть-то будем на меня. Интересно, для чего вы здесь стоите, друзья мои? Что вы охраняете? Вход какой-то? Не лезь, подожди, не мешай. Я же сказал, не мешай. Ой, хорошо. Как он классно ногой с прыжка бах, а этого об стенку на. И подмышку ему вон исцарапало, и все хорошо. Так, стоп, здесь ведь есть секвенсор. Но открывает он что-то явно не то. Пойдемте смотреть, что он открывает. Здорово. А, вот, смотрите-ка. Все? Все. А, это, оказывается, был все-таки блокпост, получается, рядышком. Не блокпост, или как он, король дороги. И сейчас еще прям совсем... Совсем прям рядышком еще вот тут турельки. Турельки мы сейчас... Девструктор. Все, дефстроук, дефструктор. Я уже заговариваюсь. Так, давайте. Да, господи, где он, а? Что так все долго? Ну, извиняйте меня, друзья мои. Потому что, ну, меня вот тактильно, на вот по наитию, не предлагает мне игра переключаться на быстрый вызов, скажем так. Так, на окошко всплывающее, вернее, с выбором оружия. А перелистывание постоянное, оно... Меня еще раздражало в сарках Масайвам, если честно. Так, а что мне с вами сделать-то? Тут надо по-хорошему так... Страхом воспользоваться? У меня, по-моему, страх-то и нету. Эти взорвутся при попытке по мне пошмалять, поэтому... Насчет них-то я спокоен? Насчет них. Ну-ка, если мы сейчас сюда засядем? Бам. Ой. Че-то я, шесть, с перефугу собрался. Ой, а там повырубались все. Один, что ли, остался? Хе-хе-хе. Трое. Сбросился. Еще и по щам получил. А ну дай сюда. Ничего такого сложного нету в этом. Это я так, чисто просто уже изгаляюсь. Мне надо просто как-то разнообразить процесс. Идеального, правильного, конечно... Я думаю, не то, что здесь нет, но есть наверняка. Действовать идеально просто. Вырубать все эти блокпосты. Наверняка они как-то вот под какую-то вот тактику... Все-таки накручены. Я больше чем уверен. Но вы вольны решать, как вам самим. Так. Надо нам попадать теперь на тот остров. Вырубать дальше беспилотники. Да, друзья мои, видите, как перемежается у меня серия с интереснейшим сюжетом. Вот там Жока стоит. Интереснейшими в кавычках, конечно же. Потому что никакой интриги уже давно-давно нету. Осталось нам просто пугало теперь, да? Отыскать. Надавать ему по щам. Нашими мощными бэтменовскими лаптями. Ну и по возможности остальных-то закидать. Кстати... О, еще одна, кстати. Давайте сперва. Что, беспилотники? Давайте беспилотники вырваем. Это мне просто раздражает. Я не один. Ладно. Так, наверху стоят. Друзья. Зачем я машину... Слушайте, как убога машина выглядит, а? Ребята... Я, честно говоря, расстроен. Ну неужели нельзя было... Да, вот так вот хитрожопом мы поступим. Неужели нельзя было черную сделать? Зачем просто смысл менять дизайна, если у тебя бэтмобиль всегда черный был? Луциус Фокс. А, он просто же негр. Он у него... Это чтобы не было проявлением расизма, да? Почему машина должна быть черная? Надо же добыть и белая, чтобы все было толерантно максимально. Так, чуваку, конечно. Просто мы его тут загрызли. Аки Мухаммеда Али. Мелкими тычками. Такими тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Тут еще, видите, Риддлерс Трофи. Где-то спрятан, судя по знакам вопроса. Кстати, что-то мы давно загадочника не посещали. В этой, может быть, следующей серии посетим обязательно. Это, кстати, серия длинная получилась. Так, вон еще один. Хорошо, все рядышком. А у меня деструктор. Заряжен. На два-то должно хватить. Где деструктор? Вот он. Раз. Два. Ну и выбирайте, кого можно лишить. Или, может, вообще никого не лишить. Не тратить последний заряд. Может, пригодится сейчас нам в скором времени. Аккуратно. Никто меня не заметил. Дымовуху сюда бросать смысла нету. А, вот страхом воспользоваться можно. Это меня радует. Сейчас мы этим, конечно же, воспользуемся. Так, эти там взрываются. Ну как вот, обидно просто сейчас до усрачки. Ну какого хрена коробка помешала тебе вот перепрыгнуть его? Все? Нет, не все. Ну вот это вот, честно говоря, ребят. Ладно, я, конечно, бы переиграл бы это все дело, если бы хотелось бы прям чистоты и красоты. Но уже, честно говоря, просто достало это. Эти, блин, сраные оккупации. Блокпосты и тому подобное. Так, четыре беспилотника еще летают. Вообще-то там задымок такой идет. А, это, наверное, этот самый, как его... Испытание какое-то. Сейчас вот беспилотник рядом как раз. Сейчас мы аккурат. На него. Заземлимся. Ну, господи, не... Все равно он сваливается. Этот говнюк еще улетает от нас назло. Оп! Запрыгнул, слава тебе, господи. Я думаю, сейчас не сможет. Какой-то билборд интересный. Серпендоун. Ой. Блин, всю инерцию погасил. Ну, да мать твою. И музыка сразу. Симфонический оркестр сразу взбередился. Дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур. Господи, вы кончитесь когда-нибудь уже, а? Еще две штуки. Где? Покажите им. Вон, один вижу. Летит там между домами. Второй вижу. Уже достало мне с вами ковыряться. Еще и подлагивает скотина. От чего? Первый раз такая была долгая задержка. Отсюда, наверное, такой длинный хронометраж увидел. Аж на 50 минут, да? Долбанный Бэтмен. Где второй? Вот он. Ну, все. Сейчас последний. Вот такое вот увлекательное времяпрепровождение. С этими дурацкими. Ну, могу сказать, что Единственное, что радует одно, что часто они по пути очень попадаются. Поэтому не всегда все так бывает. Гринд на однобока. Так, здесь мы уже что-то взрывали. А теперь посмотрим, что нас сможет ожидать. Даже не буду никуда смотреть, я просто перемотал. Кто-то там сидит опять? Джокер, что ли? Наверху. Копии статуи свободы. А, ой, там, смотрите-ка, Азраиль. Азраил. Азраиль. Еврей, что ли? Круто. Хорошо, что он нам попался. Ресницы такие здоровые. Вот бы на твою рожу посмотреть. Я готова, чтобы верить в твою финальную задачу. Это еще самое тяжелое. Ожидает нас, друзья мои, самое сложное, да, действительно, задание. Вот этих ниндзюков-говнарей. Они себя так непредсказуемо, как вы все знаете, ведут, что у меня аж с первого раза тоже не получилось. Особенно, да, вот когда они начинают свои вот желтые выпады делать в мой адрес. Ну, на самом деле, могу сказать сразу, что с первой попытки вряд ли у вас получится преодолеть. Если учитывать то, что здесь нельзя просто ни разу получить по морде. Надо предельно концентрированно действовать. У меня далеко не с первого раза в лодочке. Естественно, все фейлы я, конечно же, демонстрировать вам не буду, но... Одного достаточно. Хватит там. Вы посмотрите, как он прям неугомонный. Так, быстренько. Сбросился, что ли, счетчик? Ну ты гад, а. Все, последний остался. Е-е-е-е-е. Ну что, сколько там еще? Так, все, взъярепенился еще один. Помощник нашим. В кавычках. В кавычках. Что ж, хорошо, давайте, конечно же, сейчас выполним задание по этому, блин, Азраилу, чтобы потом уже с ним не геморройничать. Хорошо, не зря. Не знаю, надеюсь, что не зря я вам всё это показываю. Может быть, кому-то это интересно. Всё-таки мы на полную катушку выполнили все задания Варкхэм Асайлом и Варкхэм Сити, да и Варкхэм Ориджинс тоже. Единственное, что я в Ориджинс биографии не показывал, потому что там уж совсем всё печально было. Но в этой серии, я думаю, я вам покажу всё, как только мы разберёмся с загадками загадочника. О, здорово. Что ты думаешь, что мы узнаем в Азраиле, Батфи? Кто знает, может быть, что там есть злойный корчестер? Хе-хе. Может быть. Тоже загадочный персонаж. Ориджинс биографии на Майкл Лейн сейчас. Я не универологист, сэр, но я могу уверенно подтвердить, что это не выглядит, как оно в один мозг. Это сэрджикально инплантированный микропроцессор, интерфейсинг с темпорологом. Регион мозга используется для сохранения и аксессии памяти. Какие памяти, сэр? Визуализируйте сейчас. Как хрена у тебя, блин, технологии как развиты. Голос классный. Орден Святого Дюма. И что? И что? Орден Святого Дюма. Только когда ты победил Батман, ты сможешь совершить свою мечту. Свои мечты выглядят святы, сэр. Ты предлагаешь, что эти воспоминания были сомнены? Да. Орден, я знаю этот символ из Аркем-сити. Это язык святого ордера. Они помещали маркеры в памяти Лейн, чтобы модифировать его мое вещество несконечно. Если я смогу найти другие маркеры, я смогу реконструировать форму веевую форму и выяснить сообщение. Господи, как все замучено-то, а? Так, ну что, опять нам, короче, заниматься прокруткой видеофрагментов, да? Давайте займемся. Воссоздайте формы волны. Честно признаюсь, не самое увлекательное занятие. Ну вот, нашел. Детеныш какой-то, наверное, он. Ну на самом деле, о, вот. Вот эти вот меточки нужно искать. Часть синограмма. У ребенка ничего нет. Видите, фрагменты тут как делятся. То есть не надо профуфонить. Сейчас я отмотал немножко назад. Проверить чисто, что ничего ли я не упустил. Так, это понятно. Отсканировали. Здесь какая-то прям вообще фигня происходит. Мутная. Самолетик какой-то там, видать, запускает. Здесь он в школьной команде. Ага, вот. Смотрите-ка на плече у него. Ура-ура. Господи, как это все муторно, а? Давай быстрее уже. Проматывай свою жизнь. Блин, неужели есть такие технологии? Ну, конечно, это все, мне кажется, брехня. Хотя я не исключаю, что уже можно визуализировать человеческую память. Так. Какой-то скачет всадник с крестом на щите. Ага, вот она. Еще один фрагмент тебе надо. Господи, давай быстрей. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Crime scene. Дуно. Что-то там непонятное, короче. Место преступления. Crime scene. А это же место преступления? Ну, ну, ну. Не находится пока ничего. На самом деле ничего сложного здесь нету. Вообще ничего сложного. Вот. Обработка воспоминания. Ага, теперь уже все так начинается. Господи, опять это всякое, блин, церковное вмешательство. Раз Альгуль такими же вещами помышлял. Не говори, Альфред. Так, ну что ж, появляется Азраил. Так. И чё ж за выбор? Повернулся спиной. Ты знаешь, что должен сделать. Пинка ему, что ли, дать? Меч взять. А, вон он меч, что ли. Он уже туда отдал его. А чё, если я просто пинка ему дам? Ну, плачь, конечно, у Бэтмена просто рулит в этой игре. Как всё-таки здорово они над ним поработали. Не перестаю умориться. Да, да, да. Тру мастер. Мастер. Чё, тебя пришпалить, что ли? Ну, на самом деле... Смотрите, как он его взял. Как горец просто. Фильм такой, горец. И чё? Убить Бэтмена. Сломать меч. Нам выбор предлагают? Не линейность? Я не буду убивать Бэтмена, я буду ломать меч. Об штырьке об своё он его разломил так легко. Хех. А Бэтмен, ты чё предъявляешь? Ладно. Давайте сваливать тогда. Покинуть часовую башню. Что же будет? Это неужели на этом всё? Пошёл мстить, короче. А если бы я, интересно, напал бы на Бэтмена? Ну, наверняка бы он просто его там прижучил бы за что-нибудь. За яички его схватил бы, так же его в лифт вытолкнул. И сказал бы, иди с Богом. Со своим. Выясняй с орденом, кто там тебе что задолжал. Ну, в общем, надо будет, конечно, глянуть, что произойдёт в данной ситуации. Может, какая-нибудь супер драка. Может быть, я чего-то вас сейчас лишил. Хотя я в этом крайне сомневаюсь, учитывая то, как относятся здесь к особо опасным преступникам, друзья мои. Так, ну чё дальше-то у нас ожидает? Очередная комната страха. Давайте используем эти коды дурацкие, за которыми нас Оракул послала. Идиот. Жертвенный агнец. Это что, новое дополнительное задание, что ли? Да, смотрите-ка, друзья мои. Окай, полетим. А ну, рядышком, 400 метров. Ещё и пожарники у нас там зреют. Леди Готэм? Это статуя свободы, которая, да, Леди Готэм? Лери Горем. И чё? Ух там, народу. Что-то нехорошее, мне кажется, зреет. Так, ну ещё один, короче, фанатеет. Вещает там. За добро, да? Что он за добро. И он знает, что такое добро. И нужно подчиниться. Чтобы всё было по-доброму. Блин, надо было, конечно, деструктором рубануть эти оружейные ящики. Ну, похрен. На! А, нет. Тут, оказывается, ещё и... Касценка? А ты идиот! Блин, пырни его, а. Я тебя прошу. Пырни ему прям, как вот в этом. Ваутластик, по яйкам. Отчикирь? Отчирикай. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, вы прям просто вообще напугали. Ой, как хорошо. А чё не всех-то расшвырнул? Как прям в матрице. Ну да, как я и предполагал, скотина будет сейчас... Хватать. Зато они все простые. Без всяких особых изысков тут. Ну, кроме вот только с ножами. А этот, падла, прошёлся по полной. Нарисовал не три лишних шрама, да? Но не мне об этом. Хотя у него костюм суперский. Хрен лысый, чё там проканает. Да дайте мне его добить-то. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сколько я ему нанёс ударов уже? Посмотрите. Потрясающее зрелище. И всё равно огрёб в итоге. Нечестно. Человек тут живой. Опа. Да, здорово, слушайте, сделали. Дуболовья. Конечно, всё банально. Драчки там, все дела, но... Это, наверное, так. Чисто нам, знаете, расслабиться. Удовольствие ради. Получать эстетическое удовольствие от драк с обычными дуболовами. И продемонстрировать все возможности господина Ватмана. Давай, лететь. А они, когда об эту электрическую стенку ударяются, тоже как-то всё? Блин, почему сбился комбо... Комбо-ящик, хотел сказать. Зомбо-ящик. Комбо-счётчик, конечно. Чё ты так научился ножом работать, а? В мясной лавке? Ох, хорошо. Ну я, Вася, а! Вместо того, чтобы использовать. Хотя комбо у нас быстро скопится. Мне просто неохота так обидно по щам получать. И есть повод потренировать у ворота от этих вот говнорей с ножами. Всё, друзья мои. Ну не так сложно здесь. Просто время, видите, идёт. И надо действовать быстрее, а то он сейчас скочумает нашего этого придурка-то. Я не знаю. Я знаю правду. И теперь ты увидишь, что ладо слетит его рот, и посмотрите меня бейзг и воркалитет. Не делай это, пожалуйста! Силенс, чувак. Твои страдания. Я испытывал смерть больше, чем ты мог бы себе представить. Я всё равно буду здесь, когда ты живёшь, Батмен. Готам будет моим. Получи-ка лучше в рыло. Не считай мне пробить, а получи-ка лучше в рыло. Всё правильно. Всё по-бэтменовски. Это может меня вернуть в игру. Это моё собственное шоу. Эй, первый господин. Как это? Реал Батмен. Твоя история. Я тебя вернусь к ГСБ. Мне бы тебя взять... Мне бы огреть тебя плетьми. Четырьмя или петьми. Чтобы ты не изгалялся. Перед серьёзными людьми. Джек Райдер, ты что-то совсем какой-то тугой, а? Тебе уже третью серию подряд. Ну ладно, вторую. В сети вот и сейчас. Не лезь ты, не ковыряйся ты. В вещах, которые тебе вообще... Не по зубам. Вот Райдер нас был так же, за загривок. Как говорили королеве бензоколонки, эх, батюшка. В бога верите, а людям не доверяете. Я, как правительство, батюшка, батюшка. Это просто... Я даю Горфиму церковь обвинения за этот инцидент с хидрохлорическим водой. Охо, это был один бензок, батюшка. Хех, интересно. Ну чё? Выбираем дальше задание? Пожарники, пожарники. Где? Рядышком, 500 метров всего. Летим-летим! Батман летит на помощь. Ну как, рядом относительно, как вы видите, рядом. Пол километра. Чё нас там ждёт? А, нам сейчас ещё надо прилететь, наверное. Чё это дело? Сразмерить. С всём, что происходит. А, вон они там уже. Я имею в виду, найти их. Там ещё люстра висит. Специально для люлей. Хорошо, вообще красота. Деструктор. Есть кого? Оружие есть. Они нас, смотрите, надругиваются просто над пожарниками. Есть чё потушить, а если найду? Я ж только что вырубил. так грена страх отлично сработал считаю в ласку до блин это я с первого раза не вырублю конечно а вот этого вырублю слушайте здорово как все получается и все здорово также заканчивается и двое что осталось у я че я жирного вырубил что с одного этого самого с одного обычно два раза надо его добивающим опа сейчас мы тебя еще вот так ладно лежать ну что хорошо получилось смотрите к не поранился ничего и так все вроде тактично раскидал и страхом воспользовался и жирного вырубил быстро поэтому оверхер как говорят американцы и ты давай расскажи мне давай показания бэтмен хорошо жди здесь такс ну что я думаю знаете что что друзья мои на этом просто увлекательнейшим спасение очередного пожарного осталось кстати немножко серии то пора заканчивать мы какая фу мерзость висит акула акульным промыслом тут промышлять следующей серии надо будет я думаю и криллеру заодно заглянуть спасти таки наконец женщину кошку а вы друзья мои поставьте пока что лайк подписывайтесь обязательно на канал вступайте в группу вконтакте сейчас мы заберемся повыше на фон луны как всегда я прощаюсь на этом с вами до новых встреч всем большое пока Субтитры сделал DimaTorzok